Дорогие друзья, я вас всех приветствую в этот не очень радостный момент. Видео не сколько для моих личных подписчиков, сколько для всего YouTube-сообщества, всех видеоблогеров, авторов контента. Пока мы с вами сейчас здесь сидим, вы на меня смотрите, слушаете, что я говорю. Нас с вами обворовывают. Немного введу вас в курс дела. Итак, вчера, когда я отснимал свое новое видео, мне нужно было что-то поискать в интернете, какую-то информацию, и я стал в Яндексе что-то искать. Вдруг, как я наткнулся на свое старое видео, которое на канале собрало более полтора миллиона просмотров, я смотрю и вижу, что превьюшка не моя, это чья-то перезалитая копия. Я зашел, канал назывался Руслан на Яндекс.Эфире, и там была перезалитая в плохом качестве копия моего самого лучшего видео на моем канале, которое собрало очень много просмотров. Я его посмотрел, нажал кнопочку «Пожаловаться» и составил претензию Яндексу. Отправил эту претензию, и можно сказать, Яндекс молодец, очень быстро ответил, буквально минут 15-20. Мне пришел ответ, что моя претензия удовлетворена в мою сторону, видео выпилено, и если будут возникать такие претензии, скажем так, то я могу еще обращаться, как будто всего хорошего и так далее и тому подобное. Я вроде бы так обрадовался, но тут же увидел еще одно свое видео, только уже на другом канале. Канал назывался и называется «Коротко обо всем». Я уже буду сейчас показывать не картинки, а вот в прямом эфире. Итак, канал «Обо всем», причем он имеет какие-то зеркала, там «Обо всем один», «Обо всем два» я что-то такое видел еще. Захожу на этот канал и смотрю, что здесь собраны просто человек, как мое представление, что это было. Человек просто взял и разные какие-то топовые видео, которые что-то собирают на Ютубе, он просто их перезаливал на Яндекс.Эфир. Здесь совершенно разный контент. На этом канале там что-то техническое есть, что-то вот, есть детский контент какой-то. Давайте остановимся на вот этом видео. Я выбрал его, чтобы вам показать на примере. Смотрите. Видео называется «Что нужно посеять в феврале». Мы наводим вышкой и видим, что включается всем нам знакомый предпросмотр видео. Мужчина в свитере что-то нам рассказывает. Давайте мы это название введем в Ютубе. Что нужно сеять в феврале. И самое первое, стопроцентное совпадание по револентности, релевантности. Нам выпадает канал «Сад. Огород своими руками». И мы видим того же самого мужчину, которого мы видели в Яндекс.Эфире. Естественно, тот канал на Яндекс.Эфире не его. Это видео на Ютубе собрало 472 тысячи просмотров. Сам канал «Миллионник». У него больше миллиона просмотров. Мужчину зовут Александр, по-моему. Ой, господи Александр. Валерий. Его зовут Валерий. И он ведет вот такой вот садоводческий канал на Ютубе. Ну, кто-то взял просто и угнал его видео на Яндекс.Эфире. Давайте посмотрим еще. Смотрите, вот здесь вот. Здесь вот Евгений Леонов «Трезвый подход». Это журнал «Фитиль». То есть, это украденное видео о корпорации Мосфильм, если я не ошибаюсь. Какие тут телепередачи. Отрывки из фильма тоже. Это все ворованный контент. Это украденная собственность интеллектуальная у разных организаций, либо блогеров. Давайте посмотрим еще. Смотрите, детский контент. «Желейный медведь Валера» и «Майнкрафт Крипер». Вводим на Ютубе это словосочетание. И мы попадаем тоже на самое первое видео. Канал «Познаватель». Это видео собрало 15 миллионов просмотров и его просто взяли, угнали, скопировали на Яндекс.Эфир. Как мы можем видеть, скорее всего, в этом канале нет вообще никакого авторского контента, а он полностью состоит из ворованного. Ну, такая вот схема сейчас работает на Яндекс.Эфире. Если у нас на Ютубе, скажем такая, цивилизация, есть контент-айди, и вот такая штука просто не пройдет, то Яндекс.Эфир – это достаточно молодой сервис. И тут, скажем так, нет цивилизации. Здесь такой дикий запад, где ковбой индейцы скачут, там грабят какие-нибудь там паровозы и так далее. Здесь вот творится вот такое вот беззаконие. А шериф в виде вот этой техподдержки, он не может вот в каждое видео, его надо тыкать, чтобы он его заблокировал. Это просто невозможно, потому что можно создавать новые каналы, еще новые зеркала этих каналов, и вот так вот перезаливать, перезаливать, перезаливать. Сидеть на жопе ровно и зарабатывать деньги, зарабатывать эту монетизацию за счет ворованного чужого контента. Ну, я, конечно, призываю всех авторов посмотреть по теговым словам свои видео, написать жалобы, и, конечно, надо думать над тем, чтобы Яндекс создал тоже какой-то аналог контент-айди, чтобы каким-то централизованным способом можно было бороться вот с этим воровством. Сейчас пока, как я уже сказал, Дикий Запад просто делает, чего хочешь. Создавай сколько хочешь каналов, выкладывай туда, что хочешь. И, ну, какая ответственность? Ну, максимум, что там тебя заблокируют, а у тебя есть еще запасной каналчик. Я, в свою очередь, написал письмо в поддержку своей партнерке Юлы. Там сказали, что передадут информацию менеджеру Яндекса, они будут думать, и ответ, может быть, там в течение недели какой-либо поступит. Пока сидим-ждем, я кину еще пару страйков на сворованный свой контент, но каким-то вот цивилизованным, централизованным способом бороться с этим напастьем, пока я не вижу, его просто-напросто нет. Друзья, вы сейчас это все слушали, и у вас наверняка возник такой резонный вопрос. Ну и что, что какой-то там хостинг? Ну и что, что там кто-то что-то размещает? Мало ли таких ситуаций. Все дело в том, что Яндекс – это не какие-нибудь там, знаете, одноклассники, где сидит определенный контингент. Яндекс – это поисковая система, которая пользуется в России очень большой популярностью. И, соответственно, свой Яндекс.Эфир они будут продвигать в первую очередь. Когда человек будет в поиске Яндекс набирать какие-то ключевые слова, допустим, даже какие-то люди, может быть, смотрели ваши каналы, но там по каким-то причинам не имеют подписки, еще чего-то, они будут набирать знакомые слова, чтобы посмотреть на ваши какие-то новые видео и будут натыкаться в Яндекс.Эфире не на ваш канал, а на копии, перезалитые злоумышленниками. Итак, друзья, на этом я свое видео заканчиваю. Как будут дальше обстоять дела, я буду держать вас в курсе, стараться держать в курсе. Все, кто нашел украденное свое видео, я еще раз говорю, и прошу тоже подать жалобы, может быть, выпустить какие-то видео, как выпустил я, то есть поднять эту тему, чтобы… Ну, если все будут молчать, естественно, Яндекс не будет шевелиться. Нужно поднимать тему, чтобы прекратить воровство чужой интеллектуальной собственности. Ну что же, прощаюсь с вами. Не буду говорить, ставить лайки и так далее, потому что видео для авторов Ютуба. Ну, всем пока.